На автодроме Нижегородское кольцо состоялся второй этап российской серии кольцевых гонок, которая теперь носит полное название G-Drive SMP RSKG. На старт вышло почти сотня лучших пилотов страны, которые провели семь на редкость динамичных гонок. В топовом классе Туринг спокойно себя ощущали только Егор Оруджев и Артем Слуцкий. Стартовав первыми, пилоты команды Лукойл Рейсинг смогли обезопасить себя от атак соперников. За ними мчал целый поезд, локомотивом которого оказался Дмитрий Брагин, а вагонами – Павел Кальманович и Кирилл Ладыгин. Хотя порой спортсмены касались друг друга бамперами, многоопытный Брагин выдержал прессинг, забрав бронзу. В следующей гонке первым стартовал Роман Шарапов. Вот только сразу после старта между ним и Захаром Слуцким случился контакт, открывший Захару путь на первое место. Следом приехали пилоты на заводских ладах-вестах – Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. В классе Суперпродакшн сам Вел Искаянц уверенно провел весь заезд во главе пилотона, но остальные места на подиуме активно делили сразу несколько пилотов. В итоге Иван Чубаров догнал Романа Голикова, а потом отодвинул того на третье место. Во втором старте Ирина Сидоркова перехитрила Ивана Чубарова, а минутой позже Иван выпал из борьбы по техническим причинам. Второе место досталось его сокоманнику Леониду Панфилову, а Николай Виханский поднялся на третью ступень подиума. В объединенном заезде классов Туринг Лайт и С-1600 сначала лил дождь, а во второй части гонки асфальт почти высох, что, впрочем, не помешало Николаю Карамышеву занять первое место, а Артему Фридману и Андрею Масленникову прорваться на второе и третье места. В воскресенье Артем Фридман стартовал лишь восьмым, но умудрился победить. Петр Плотников на финише получил серебро, а Владимир Черевань под конец заезда отдал бронзу Николаю Карамышеву. В категории С-1600 Рустам Фудхудинов начал и закончил заезд на первом месте. Вторым на финише был Виталий Ларионов, однако техническая комиссия аннулировала результат из-за неправильного рестриктора. Так что второе место забрал Даниил Хорошун, третье Тимофей Буянов. Результаты воскресной гонки предварительные, впереди участников ждут апелляции на судейские решения. В любом случае на распределение призовых мест рассмотрение претензий повлиять не должно. Продолжение следует...